В эфире новости губернии. Здравствуйте, в студии Сергей Дрожевкин и Татьяна Потоцкая. Сначала куртка о главных темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девочка из Новокуйбышевска стала самой молодой победительницей Всероссийской Олимпиады и попала в Книгу рекордов страны как самая юная школьница. О чем мечтает ребенок Вундеркинд? Поинтересовались наши корреспонденты. В регионе приступили к разработке новой концепции организации местного самоуправления. Каким будет новый формат, предстоит решить уже в марте. Эксперты и чиновники на федеральном уровне предлагают несколько вариантов. Они серьезно друг от друга отличаются? Ясно только одно. Проводить реформу придется. Эта задача, поставленная президентом, она обозначена в ежегодном послании. Тему начали активно обсуждать общественники. В области создали специальную рабочую группу. И сегодня она провела первое заседание под председательством главы региона. Первые тезисы и предложения услышала Анна Архипова. Дороги разваливаются, коммуналка ветшая, детских садов не хватает. Об этом неоднократно рассказывали горожане и сельчане на личных встречах с губернатором. Чапаевск, Новокуйбышевск, Сызрень, Октябрьск, Безенчук. Муниципалитеты разные, а проблемы одни и те же. Люди пришли в Безенчук. Разве они должны кричать, если они местное соуправление 20 лет? Разве они должны были кричать губернатору? Они два года назад избрали руководителя с 74% голосов. Их в хором все кричат. Освободите, дайте нам другого. Это разве местное сообщество? Это разве местное самоуправление? Это пародия? Необходимость реформы системы местного самоуправления озвучил президент в своем ежегодном послании. Как она будет проходить, могут решить регионы. Поступило уже порядка 300 предложений. Мы исходим в должность того, что самоуправление не может быть общим для всех и вся. Субъекты самоуправления разные. Село у нас это одно, город это другое. Объединение районной, которая нам необходима для управления более эффективным, чем это можно сделать, разрозненное отдельными сельскими поселениями, оно необходимо. Муниципальные чиновники должны быть ближе к населению, а жители активно вовлекаться в социально-экономические процессы. Упростить систему власти, разделить полномочия, оптимизировать поселения с учетом культурных и национальных особенностей. Такие предложения озвучил глава региона на заседании рабочей группы по вопросам местного самоуправления. По ряду направлений, по ряду направлений, даже наши соседи, которые когда-то значительно отставали от нас, они вон, граничат с нами, да? Они многие вопросы, решая, ушли дальше нас. Дальше нас. Система власти там значительно проще. Чтобы за ответами на больные вопросы далеко ходить не пришлось, есть предложение отдать часть полномочий на места. С этой инициативой согласны 92% населения. Окончательный перечень предложений будет сформирован в течение месяца. А в марте его отправят на согласование в федеральный центр. Анна Архипова, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии. Технически перевооружен, а значит готов к новым объемам выпуска продукции. Тольятти Каучук завершил модернизацию оборудования и открыл автоматизированную линию производства. Этот проект позволит увеличить мощность завода на 10%. При этом часть территории от цехов уже освободили. Для чего выясняла Дарья Болгова. Один из самых крупных нефтехимических заводов в Европе. Тольятти Каучук. После завершения масштабной модернизации производства. Этот белый брусок часть миллионной тонны бутил Каучука, который сегодня выпустил завод. Тольятти Каучук предприятие нефтехимического комплекса Российской Федерации. Около 70% продукции экспортируется за рубеж в страны Европы, Америки и Азии. Сейчас бутил Каучук активно используется в шинной, строительной, пищевой и медицинских промышленностях. Производить бутил Каучук по уникальной растворной технологии начали с 1982 года. Сейчас принцип создания материала остался тот же. Но вот оборудование усовершенствовали. Оно стало автоматизированным, более безопасным и экологически чистым. Что немаловажно, предприятие находится в черте города. Еще один большой плюс – мощность завода увеличилась на 10%. Такая модернизация тольяттинского предприятия имеет значение для развития и холдинга, и области. Очень важно, что и Самарская область притягивает Сибур по вложению в свои производства, для развития производственных мощностей, создания новых продуктов, создания новых рабочих мест, эффективных рабочих мест. Сами Каучуки для нас имеют достаточно большое значение, потому что в нашем портфеле экспортных поставок они составляют около 20% в экспортных поставках всей продукции. А у нас это и углеводородные газы, у нас это спирты, полимеры. Помимо прочего, новое оборудование относительно компактное и позволило освободить заводу часть территории, которая будет необходима для новых проектов. Проект по созданию индустриального парка нефтехимической направленности, за счет чего удалось подойти к этому проекту? Опять же, за счет активной роли самой компании освобождена часть площадки, и эту площадку можно задействовать под развитие новых высокотехнологичных производств именно в нефтехимической сфере. Объем инвестиций в Тольятти-Каучук за последний год составило более 3 миллиардов рублей. Это запуск новой линии и модернизация по ряду других направлений, которые позволят реализовать на территории предприятия новый индустриальный парк. Дарья Болгова, Егор Майоров, Новости губернии. Пять суток на трассе под Самарой провел дальнобойщик из Новосибирска. Фура, груженная стройматериалами, слетела в кювет. Водитель пытался уйти от столкновения с легковым автомобилем. Обошлось без пострадавших, но приключений на этом не закончились. Мужчины до сих пор находятся на месте ДТП. Вытащить грузовик возможности нет, а на выручку пока спешат только жители соседних населенных пунктов и коллеги-экспедиторы. Заложник метеоусловий или обстоятельств в ситуации разбиралась Ирина Трофимова. Перекресток на трассе возле поселка Мирного, оживленная проезжая часть и крутой поворот на выезд. Здесь в плохих метеоусловиях опытные водители стараются не лихачить. Антон Кириенко, завидев поворот, снизил скорость до 30 км в час, но так и не успел завершить маневр. Прямо под кабиной раздался оглушительный хлопок. Произошло 4 дня назад, сегодня уже пятый. По числам не скажу, я уже заблудился в числах. Вот взорвалось переднее левое колесо, потянуло на встречную полосу. Чтобы не убить никого, пришлось ложиться в кювете. В этом кювете фура Антона находится до сих пор. Обошлось без пострадавших, случившихся ДТП, только один участник. А вот нервы уберечь не удалось. Антон Кириенко сразу вызвал ГАИ, страховую, и предупредил руководство компании, в которой работает. Испорченный автомобиль, переброс груза и сама эвакуация. Все это ему, как материально ответственному лицу, может обойдись в приличную сумму. Задача минимума, хотя бы вытащить грузовик. Подъехали спасатели, предложили свою помощь. Поставили ценник нам 50 тысяч рублей. Сегодня служба спасения ценник уже говорит 60 тысяч рублей. В итоге рейс из Москвы в Новосибирск прервался здесь, на трассе под Самарой. Пять суток, на улице, без еды, тепла и без надежды. От дома его отделяют 2500 километров. И помощи ждать пока неоткуда. Пока судьба грузовика и водителя остаются нерешенными. Сейчас ясно одно, как минимум одну ночь им еще придется провести на трассе. А сейчас помогают им только коллеги-дальнобойщики и местные жители, которые оказывают помощь, как могут. Одни привозят еду, другие останавливаются и дежурят возле грузовика. Так у Антона Кириенко появляется временное убежище от холода. Сотрудниками госавтоинспекции были предприняты все необходимые меры и действия для того, чтобы восстановить движение на данном участке уличной дорожной сети и для того, чтобы поднять данный большегрузный транспорт из кювета. Но, к сожалению, так как фура была огружена сырым материалом, как я уже сказала, технических возможностей для этого не представлено не было. По данным дорожной полиции, все, что было в их силах, сделали. Фуру уже разгрузили силами собственника. Так что, когда завершится затянувшийся рейс новосибирского дальнобойщика, теперь зависит от его работодателя. Ирина Трофимова, Александр Каракулько, Новости губернии, Красноярский район. Самарских дорожников накажут за несоблюдение закона. В отношении трех организаций по результатам прокурорских проверок заведено 90 административных дел. Формулировка статьи «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог». Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. Проверка выявила ненадлежащее состояние пешеходных переходов и проезжих частей, в том числе выбоины, размерами до двух метров в ширину и столько же в длину, глубиной до 13 сантиметров. Прокуратура направила предписание руководителям организации с требованием устранить нарушение. Теплее не станет. По данным областного гидромета, морозы в регионе продержатся до конца рабочей недели. Столбик термометра не поднимется выше отметки в 14 градусов днем. А ночью ожидается похолодание до 20-25 градусов. Местами по области до 29 ниже нуля. Занятия в самарских школах из-за морозов официально не отменят. Все на усмотрении родителей, поясняют чиновники от образования. По нормативам ученики начальных классов могут оставаться дома, если за окном ниже минус 25. Для старших классов это отметка 30 градусов. Отменить уроки учебное заведение может лишь по техническим причинам, если есть проблемы с отоплением и холодно в классах. В школах Самары таких случаев пока не выявлено. Новокуйбышевская школьница победила во Всероссийской олимпиаде. Юность, наука, культура. И к тому же стала самой юной участницей за всю историю конкурса. За школьную парту Алина Беляева села в 4 года, за что и попала в Книгу рекордов России. Сейчас ей 11, но она уже учится в 8 классе. На встречу с уникальным ребенком отправилась Татьяна Пудова. Сегодня у Алины Беляевой легкий день. Всего 5 уроков. Среди них один из любимых. История легко дается. И точные науки. В то время, как сверстники слушали сказки, она уже глотала книги по физике и химии. Я люблю читать. Вообще люблю читать всякие интересные энциклопедии. У меня просто очень интересная энциклопедия есть. Там вообще все обо всем, обо всем. Она стала говорить целыми предложениями, когда ей едва исполнился год. В 2,5 уже читала по слогам детские книжки, а в 4 года села за парту. За свои феноменальные способности Алина даже попала в Книгу рекордов России, как самая юная школьница. Причем первые три класса девочка окончила экстерном. Была удивлена, была поражена тому, что ребенок тянется, у ребенка получается. Ей интересно это. Но и были свои сложности в работе с таким ребенком. Как-то нужно разнообразить деятельность его на уроке, чтобы ребенку не было скучно. Тем более такому, который любит читать, много читает и много знает. Девочка очень целеустремленная, всегда в поиске, учится с большим интересом. Она принимает очень активное участие в олимпиадах, научно-исследовательских конференциях. Сейчас она пишет исследовательскую работу по химии. Учителя ломают голову, чем можно удивить не по годам развитую школьницу. Вся задача щелкает, как семечки. На зависть всем одноклассникам. Также с легкостью обыгрывает двух опытных шахматистов. Занимается электротехническим моделированием, компьютерным программированием. Шести лет пишет стихи и прозу. Три года назад выпустила свой первый сборник. У Алины очень много хобби. У нее есть хомячки. Также у нее были кошки. У нее вообще было очень много животных. Она занимается в разных кружках. Театральные, спортивные, художественные. Ну, разные. Ей все нравится. С будущей профессией Алина тоже уже определилась. Связана она вопреки ожиданиям учителей, одноклассников отнюдь не с творчеством. Девочка собирается стать экспертом-криминалистом. Татьяна Пудова, Олег Айдаров, Новости губерния, Новокуйбышевск. Уроки в сторону. У старшеклассников из Волжского района сегодня день карьеры. Определиться с будущей профессией помогали преподаватели, студенты сельхозакадемии и руководители крупнейших предприятий аграрного сектора. Квалифицированных кадров в отрасли по-прежнему не хватает, поэтому готовить их решено со школьной скамьи. О новых перспективах работы на селе узнали и наши корреспонденты. Рабочих мест и современной техники достаточно. Созданы все условия. А профессионалов, готовых трудиться на полях и фермах, не хватает. Дефицит и агрономов, имеется дефицит и инженеров, и зоотехников, и экономистов. Поэтому цель этих мероприятий на сегодняшний день действительно привлечь тех молодых ребят, для того, чтобы они могли получить нормальное образование в нашей академии и работать на нашей самарской земле. Молодежь в сельское хозяйство насильно не загонишь, поэтому стараются заинтересовать, причем со школьной скамьи. Для этого руководители крупнейших предприятий региона приехали к старшеклассникам сами и рассказали о своих возможностях и вакансиях. Но сперва нужно получить соответствующую квалификацию. ВУЗ сегодня из себя представляет такой комплекс, с одной стороны, учебное заведение с богатой историей, с другой стороны, ВУЗ современный и нацеленный на развитие и инновацию. Шесть факультетов позволяют подготовить специалистов по всем направлениям агропромышленного комплекса. Чтобы стать студентом этого ВУЗа, нужно получить высокий балл ЕГЭ по обязательным предметам. Русскому языку и математике. И дополнительным – физике, обществознанию или биологии. Конкурс небольшой, так что шансы получить бесплатное образование есть почти у каждого. Ну, мне земельное кадастр привлекло. Где-то на геодзиста можно пойти. Хорошая профессия. Ну, заработную плату устраивает. Ну, я хочу государственное муниципальное управление, мне потому что кажется, что после СХИ у меня даже будет больше шансов. Подобные встречи со школьниками проходят регулярно. Так аграрии надеются привлечь молодых специалистов для жизни и работы на селе. Виталий Портнов, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Последние приготовления перед премьерой. В Театре оперы и балета завершаются репетиции новой постановки Евгения Онегина. Это уже третья версия знаменитой оперы на самарской сцене. Она обещает стать самой креативной. Текст авторский, слово в слово, но зрителей ждет много сюрпризов. За кулисы заглянула Татьяна Пудова. Стой, 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 стой. Там вас подхватит. Тогда выйдите сюда, тогда повернетесь. Пожалуйста, все, отойдите ко мне. Первая сценическая репетиция. Вокруг только белые листы для 3D-декораций. Режиссер Владимир Петров эскизы декораций к спектаклю придумал сам. От реквизита вовсе отказался. Это другая работа с пространством. Это отсутствие самоваров, отсутствие варенья, отсутствие мельницы, снега и прочих бытовых мелочей, которые, в общем-то, очень свойственны для постановок этой истории. Главную женскую партию исполняет Татьяна Ларина, полная тезка своей героини. Этот образ примеряет на себя уже в третий раз. Когда только начинала, когда была первая премьера в этом театре, в этом спектакле, тогда было, конечно, какое-то ощущение от совпадения, а сейчас уже нет. Я был очень удивлен, когда узнал, что действительно одна из исполнительниц Татьяны Лариной, действительно Татьяна Ларина, ее так зовут. И это было очень приятно, замечательные партнерши. И Татьяна Ларина, и Татьяна Гайворонская, и Ирина Крикунова, все Татьяны просто великолепны. В спектакле задействованы как артисты Самарского театра, так и солисты ведущих театров страны. Пока артисты привыкают к новой сцене, с образом помогут костюмеры. В пошивочном цехе работают над непростыми нарядами. Это точные копии тех, что носили в конце 19 века. Мастера признаются, здесь главная лаконичность, и это самое сложное. Шьет платье из трех-четырех слоев. Верхние обязательные сетки. Главный тренд – винтаж. Потом эту сетку еще окрашивают, чтобы она переливалась с черным-сером. Очень много всякой отделки, кружева всякие, бахрома. Удивит зрителей и сценография. На этом сюрпризы не заканчиваются. Это уже третья постановка Евгения Негина в Самарском оперном. И они уже говорят, самое креативное. Но всех тайн режиссер раскрывать пока не намерен. Премьера 24 января. Татьяна Пудова, Александр Дмитриев, Новости губернии. И на этом у нас все новости. До свидания. Морозная погода продолжает радовать жителей Самарского региона. По прогнозам синоптиков, в среду облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Днем 14-16 ниже нуля. Ночью до минус 15 градусов. На дорогах Гололедица. В северной и западной части региона 14-16 градусов ниже нуля. На востоке и юге минус 13. В областной столице ночью 11 мороза. И днем в Самаре-Тольяте 12 градусов ниже нуля. Без осадков и тихий восточный ветер. С 1 февраля в Самарском цирке новая программа «Сокровища дикого запада». Невероятные трюки, бесстрашные воздушные гимнасты и летающие акробаты. Зажигательные клоуны и удивительный мир дрессированных животных ждут вас, друзья. Чистая вода из царевщины. Легенда «Жигулей» для вашего здоровья. Доставка воды по телефону 992-92-00. Легенда «Жигулей» для вашего здоровья.